Посмотрим, как у NAV стандартного компонента эти SEO-свойства реализованы. Начнем с CatalogSection. Сразу отмечу, что данный функционал реализован на ядре D7. Здесь мы видим функцию SectionValue. Мы передаем ID инфоблока в нее. ID секции. И с помощью функции GetValue получаем набор всех SEO-параметров. Далее, что у нас происходит? Мы видим блок кода, который отвечает за установку заголовка страницы. В случае, если у нас в SEO-свойствах для страницы, в наших SEO-новых свойствах есть значения, то установка производится из них. Если же там никаких значений правил не установлено, у нас устанавливается заголовок страницы из названия. Далее, у нас происходит установка для заголовка страницы. Не H1, а для тайтла. Мы получаем, собственно, значения. И с соответствующим кодом у нас происходит установка тайт. Аналогичным образом киворс, аналогичным образом происходит для дескрипшен. Что бы я здесь хотел отметить? Здесь мы видим функцию FirstNotEmpty. Это не какая-то специфичная функция. Эта функция получает список значений, неограниченный по длине. Она разбивает их по парам. То есть, соответственно, где первый параметр – это значение массива, второй параметр – это ключ массива. При этом ключ и значения должны быть массивами. На выходе мы получаем первое непустое значение из переданных параметров. Это служебная функция, которая здесь используется. Ну и рассмотрим еще с вами компонент каталог элементов. Это детальная страница товара элемента каталога. Здесь у нас примерно все аналогичным образом. Единственное исключение – используется функция D7ElementValues. Туда передается также ID инфоблока и ID элемента. Также заносится varResult. Значения полученные у нас. И установка происходит аналогичным образом. Устанавливается заголовок страницы. Устанавливается title, заголовок браузера, keywords и description. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...